Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снимаю очередной влог, давно уже их не было на моем канале. Сегодня предлагаю вам вместе со мной отправиться в Милан. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Некоторые урывки видео буду озвучивать за кадром. Здесь мы едем по дороге, здесь поля и очень много виноградник. Кстати, дорога с города Триеста, где живу я, и в город Милан, где пока что живет Антонио, занимает около 6 часов на автобусе. Как только я приехала, на станции Антонио меня уже ждал, и мы сразу же поехали кушать. Здесь в Италии я очень полюбила вино и суши, поэтому мы на них ходим очень часто. В этот раз мы приехали в какой-то новый ресторан, мы здесь впервые, но мне здесь понравилось. Очень такие вкусные, красивые суши. За эти 5 лет я уже попробовала достаточно суши, и не могу сказать, что все делают одинаково, нет. Есть рестораны, где готовят не очень вкусно. Именно суши, я говорю. Очень быстро мы переключаемся уже на следующий день. Здесь мы пришли делать бранч. Бранч это не завтрак и не обед, это что-то между. Здесь у нас очень огромные порции. У Антонио драники, есть панкейки с омлетом. У меня гренки с омлетом и беконом, также драники и фрукты. Также есть еще джем и масло, и также свежевыжатый сок. И у каждого по чашке кофе американо. Сейчас вам покажу, что очень красивое в Милане. Самая известная площадь. Сейчас Адуама назвали. Сейчас вам покажу. Очень круто мы попали, потому что здесь какой-то концерт. Если повезет, то я вам все сейчас покажу. Потому что раньше всегда площадь была свободная, пустая. Сейчас там какая-то сцена построена. По левую сторону от площади находится вот такая арка, где расположены брендовые магазины. Есть такая поговорка, если прокрутиться с первого раза на 360 градусов на одной пятке, то будет счастливым год. Я этого делать не стала. Антоня, конечно же, решил попробовать. Вот что у него получилось. Если вы в Инстаграме напишите слово Милан или в ТикТоке, то вам обязательно выйдет вот эта арка с этими брендовыми магазинами. Здесь постоянно снимают какие-то фильмы, видео или просто фотографии красивые делает. Но здесь и правда очень красиво. Милан или в ТикТоке, видео или в ТикТоке. Вчера мы не успели подняться на эту церковь, поэтому сегодня встали пораньше, идем завтракать и отправляемся еще раз на эту площадь. Всем привет! Сегодня едем опять на дому, потому что мы вчера были, но не смогли подняться. Нужно было сделать очень длинную, как сказать, очередь. Очередь была, большая очередь, и мы не смогли дождаться. Сегодня выехали в 10 утра, едем, будем стоять. Хочу подняться на эту площадь. Смотрим, вид какой там красивый. Мы только что зашли, и здесь заставили нас одеть маски. Не знаю, зачем эти маски, уже вроде как сняли, зато не надо. Где-то надо, где-то не надо. В общем, идем маски. Мы выбрали путь идти пешком, поэтому сейчас очень много рядов и ступеней будем подниматься, и потом уже вам выпустят сверху. Мы уже поднялись, сейчас мы быстренько покажем с другой стороны, как вылезти. Пока что мы еще не полностью поднялись, здесь мы прошли только половину пути, но уже видно, как выглядит церковь сверху. Вот эти пики очень красиво выглядят. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под церковью были раскопки И я вам сейчас покажу, что там нашли Больше всего мне понравился такой мини-островок Куда бросают все деньги Сейчас вам покажу его Причину, по которой они это делают Там была описана Как бы опять Для того, чтобы Притянуть везение в вашу жизнь Не знаю, насколько это правда Но я бросала везде, где только можно было А вот и тот самый островок Если кто-то нашел свою купюру Пишите в комментариях Посмотрим, сколько нас таких В конце покажу вам еще, что они нашли под землей Какие части остались К сожалению, я не попрощалась с вами на камеру Но сделаю сейчас это за кадром Пишите в ваши комментарии Как вам церковь? Как вам площадь? Как вам арка? Понравилась или нет? Ваши впечатления Очень интересно будет почитать А я на этом с вами буду прощаться Всем до скорой встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok